Здравствуйте! В эфире программа «Подробности» и сегодня подробно о внеочередном заседании Рязанской городской думы, которое состоялось. И вместе с нами, как всегда, этот вопрос во всех подробностях обсуждает глава муниципального образования город Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Снова 40 с лишним вопросов повестки дня, ключевых, наверное, два. И в первую очередь это подготовка школ к новому учебному году. Комитет по социальной политике заслушал доклад администрации, сегодня доложил депутатам. В общем, все у нас, насколько я понимаю, правильно, все школы к началу нового учебного года готовы, и работа проведена большая. Мы совершенно верно, мы приняли решение провести внеочередное заседание дома именно перед началом нового учебного года, потому что вопрос, он важный, вопрос, с которым связаны абсолютно все рязанцы. И если, скажем, не дети идут в школу, то внуки, если не внуки, то сфера деятельности близка к образованию. Таких очень много людей, большинство в нашем городе. Поэтому те вопросы и проблемы, которые накопились в течение прошлого учебного года и которые должны исчезнуть по максимуму к началу нового учебного года, это те вопросы, которые задавали и мы, то есть депутаты Рязанской городской думы, администрации города и на социальном комитете, и на сегодняшнем заседании думы. По нашей оценке, Управление образования, администрация города, администрация города поработали над тем, чтобы подготовить достаточно хорошо школы и учебные заведения к началу нового учебного года, совсем недавно прошла учительский педагогический совет или конференция, которая традиционно проводится перед первым сентября, на которой также были подведены итоги. Не может не радовать то, что комиссионное управление образованием, и куда входит и совет руководителей учреждений образования, произвели оценку готовности, посмотрели, что в той или иной школе есть, какие-то еще замечания убрать, поэтому такая работа, она традиционная, но от нее во многом зависит то, с каким настроением дети и родители придут в школу. Очень много внебюджетных средств в этом году было привлечено к ремонту школы. Более 100 миллионов, да, более 100 миллионов, это замечательно, то, что находятся и социально активные организации, коммерческие в том числе организации, что в школах во многих работают попечительские советы, поэтому результат налицо, и те вопросы, которые, скажем так, городской бюджет иногда не может закрыть, потому что, ну, скажем так, везде в школах все по-разному, есть индивидуальные программы развития, есть те задачи, которые школа ставит перед собой, а есть у города некие задачи, которые превалируют над ними, и, конечно, не все пожелания учитываются, возможность привлечения средств дает хороший результат, именно сделать то, что необходимо школе по максимуму. Поэтому вот такая работа была проведена. Эта работа, она многолетняя, и то, что из года в год привлечение спонсорских средств становится все больше и больше, нас не может не радовать. И определенным образом это имеет воспитательный характер, это все носит с точки зрения бизнеса. Да, действительно, нужно, если есть такая возможность, помочь нашим образовательным учреждениям. Кстати, говорим мы не только о школах, но и о детских садах. Мы говорим об учреждениях дополнительного образования, которые и о школах искусств, спортивных школах, которые также 1 сентября откроют свои двери для наших жителей, для детей, для молодежи, и начнется новый цикл. Об этом и говорилось как раз на данной конференции на Августовском педагогическом совете, когда присутствовали и руководители различных сфер, социальной сферы нашего города. Говорилось о воспитании, говорилось о патриотическом, гражданском воспитании, о воспитательной работе в целом, о выполнении стратегических направлений воспитательной работы. Поэтому очень интересные конференции и вопросы, которые там поднимались, достаточно серьезные. То есть мы так считаем, что материальная база, да, это замечательно, но все должно быть вкупе, все должно быть в органичном единстве и форма, и содержание. То, что материальная и техническая база, я считаю так, что это форма. Учебный процесс, воспитательная работа, которая в школе проводится, и вот эти сферы духовно-нравственного, патриотического воспитания – это, по сути дела, содержание образования. Поэтому формы содержания должны быть в абсолютном единстве и гармонии. Но мы считаем так, что, по крайней мере, мы стремимся к этому. Город Рязань, я имею в виду, и это показывает результаты работы. То, что наши и школы, и детские сады входят по рейтингу в число лучших в России, это здорово, но это результат большой совместной работы. Мы рады, что депутаты Рязанской городской думы, которые работают и которые очень честно работают в округах своими учреждениями социальными, в том числе образовательными учреждениями, также проявляют очень большую заботу. Поэтому вот эти результаты труда – это и результаты коллективов школ, это и результаты работы администрации, и Рязанской городской думы. Да, конечно же, правительство Рязанской области, потому что многие программы именно финансируются из регионального бюджета. Еще один важный вопрос в сегодняшней повестке. Он достаточно традиционный, но в то же время, что называется, не каждый месяц это бывает. Это отчет нашего городского управления внутренних дел о своей работе за первые полугодия текущего года. Отчет не вызвал больших вопросов, и это действительно радует. Это как показатель, наверное, того, что общая криминогенная ситуация у нас в городе в норме, и правоохранители работают достаточно четко и слаженно. Да, мы работаем с органами внутренних дел в очень четком единстве, и по-другому быть не может, поскольку усилия, они коллективны. Кстати, как и в вопросе по воспитанию наших учащихся, то же самое здесь. Только разновекторные силы, когда собираются вместе, могут объединиться и получить реальный результат. Слава Богу, что векторы эти у нас в направлении обеспечения правопорядка совпадают. Город много делает для того, чтобы это сотрудничество было эффективным, и нас радует то, что органы внутренних дел, управление внутренних дел по городу Рязани, сегодня Сергей Александрович Губарев, начальник управления, прекрасно выступил с отчетом за первые полугодия. Были заданы все вопросы, на которые депутаты получили вполне полные ответы, грамотные, четкие. Да и у нас и всегда работа строится в постоянном взаимодействии, как и в администрации города. И мы здесь, разбирая ряд вопросов на комитетах по безопасности и на городской думе, знаем эти проблемы. Мы видим, что органы внутренних дел и Рязанской области, и города Рязани, они открыты для сотрудничества. Работа проводится очень тесно и с депутатским корпусом, и с исполнительной властью. Поэтому это и приводит к таким хорошим результатам. Закрытость – это гибель подобна в этом случае, потому что то, что знают люди, то, что знают депутаты в своих округах, то, что знают органы исполнительной власти, безусловно, это та информационная база, которая облегчает работу органов внутренних дел. То, что касается оказания содействия в части установки оборудования специального, то, что представляет собой полномочия города, власти города стараются выполнять. И сегодня одним из вопросов был от фракции «Единая Россия», в чем органы местного самоправления могут помочь в решении тех или иных вопросов. Такие вопросы мы задаем постоянно, и мы всегда на контакте, и мы всегда готовы помочь. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, Андрей Кашаев, председатель Рязанской городской думы, глава муниципального образования города Рязани, о наиболее важных вопросах, которые сегодня рассматривали на своем неочередном заседании депутаты Рязанской городской думы. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин